Девушки отдыхают И небольшой такой толикой безумия Именно таким человеком и является Гуэй Тисуда Его игры всегда были странными, нишевыми, местами даже откровенно скучными Но в них были крутые герои, отлично расписанные характеры и да, безумие В частности в серии No More Heroes, где геймер Атаку Трэвис Тачдаун Становился самым безумно крутым убийцей наемником в мире других таких же колоритных убийц Оригинальная идеология была неплохой игрой, но очень уж напоминала Сёнэн Аниме Так же как и в Сёнэн Аниме, в ней была куча совершенно ненужных и до тошноты тягомотных хиллеров Дурацкие мини-игры и катание по пустому городу на неуправляемом реактивном чопере Перемежалось с зачисткой коридоров от толпы однообразных врагов И как только это начинало окончательно задалбывать, приходило время встретиться с очередным боссом И вот ради них и хотелось продолжать играть Все то же самое ждет нас и в Трэвис Трэйкс Аген No More Heroes Только вот подаваться в этот раз все будет под несколько иным соусом Теперь же не Трэвис выслеживает наемников, а его выслеживает Бэтмен Отец одной из героинь первой части No More Heroes в ведомой жажде мести Естественно в начальной заставке нам показывают круто начинающуюся драку, а потом происходит странное Игровая консоль Трэвиса под названием Death Drive Mark II затягивает обоих героев в виртуальный мир И вот с этого начинается настоящая игра Которая, сразу скажу, выглядит невдохновляюще Изометрический вид, низкополигональные уровни, однообразные враги Все, что игра показывает нам в самом начале, будет преследовать нас на протяжении и всей оставшейся игры тоже Выручает неплохая боевая система, которая привычна для любого, кто играл в слэшеры Слабый удар, сильный удар, комбо, состоящие из их комбинаций и спецатаки Которые активируются удержанием кнопки L и удара Но сперва нужно будет добыть специальные чипы, которые разблокируют эти спецатаки Короче, ничего экстраординарного, но удобно и работает Опять же, складывается ощущение, что перед нами очередная очень скучная, унылая и однообразная игра Но это не совсем правда Ведь нужно понимать, что мы в консоли и пройти нам предстоит через разные игры Сперва типичный слэшер, потом добавляются элементы пазла в виде переставления карты района Потом вообще игра превращается в 2D платформер Такие изменения сеттинга, конечно, немного освежают игру, но не решают главные ее проблемы На игровой процесс это никак не влияет Но те же самые проблемы были и у первых номерных частей А фанатская база у них как бы солидная И если вы пробовали играть в них и вам пришелся по душе мир в Санто Де Строй и в первую очередь его персонажи То вам обязательно надо сыграть и в Трэвис Страйкс Агент Да, она нудновата, не очень красива, слэшер уровни зачастую нереально просто затянуты Но зато, когда доходишь до очередного сюжетного момента или битвы с боссом, понимаешь ради чего превозмогал Конечно, Трэвис Страйкс Агент это не ААА проект, это подтверждает и дизайн игры, и куча отсылок к инди-сцене, и издателям вроде The Volver Digital, и самое главное, цена игры, которая сейчас составляет 2250 рублей И если просто принять все ее слабые места, то можно получить от нее массу удовольствия Выискивая, к примеру, отсылки к другим играм в эти суды, или собирая футболки различных инди-игр Но боюсь, что заниматься этим будут в первую очередь поклонники авторских игр, а точнее даже игр Суды 51 А остальные посмотрят на все это и просто пройдут мимо И боюсь, что ничего от этого не потеряю